Что же касается кассетных бомб, повторяю, это все может быть и хорошо, но это не вместо закрытия неба над Украиной, потому что военно-воздушные силы России по-прежнему продолжают утюжить Украину и делать, что хотят, без всякого ответа. И пока небо над Украиной не закрыто, Путин выигрывает эту войну, стратегически выигрывает эту войну, повторяю, он не возьмет никакой Киев-Харьков, но он продолжает сеять ужас и продолжает давить на психику, на европейскую психику, давайте договаривайтесь со мной, договаривайтесь со мной, вам придется со мной договариваться. Вот что говорит Путин этими бомбежками, никаких военных целей ведь давно нету, это он говорит, я буду нести кровь и разрушение, я могу это делать еще годы напролет, договаривайтесь со мной, если вы этого не хотите, а могу и техногенные, а могу и запорожскую взорвать, а могу и ядерное оружие применить, договаривайтесь со мной. Вот его монолог. И поскольку как-то он перешел эту красную черту полтора года назад, 500 дней назад, когда он перешел эту красную черту, то в ответ не был потоплен сразу Черноморский флот и НАТО не вступило и в очередной раз не выполнило своих обязательств по Будапештскому меморандуму, то это означает, что можно это делать дальше. Но в любом случае пока что, просто констатируем, Путин добивается своих целей в этой войне, его интересует собственная власть, его ничего больше не интересует, его власть сегодняшняя держится на этой войне, держится на том, что он победитель в войне с Западом. Это уже ясно, что для обитателей, для телезрителей Останкиного это война России с Западом. Пока он воюет и держится, он победитель. Он проигравший, как только Крым вернется в Украину, вот тогда он будет проигравший. Но для этого нужны какие-то, повторяю, совершенно другие, видимо, ресурсы. А все это держится, его выигрыш, неужели только на угрозе ядерной бомбы и больше ничего? Только вот он ей трясет и все боятся сделать какие-то... Разумеется, возможность, ну, техногенные катастрофы, Запорожская АЭС, то есть, скажем так, беспрецедентное причинение вреда. Обобщим ядерное оружие, да, Каховскую АЭС, так сказать, Запорожскую АЭС, которую мой отец проектировал. Поэтому я, так сказать, с особым чувством это все, да, очень сложным, надо сказать. Вот, значит, причинение беспрецедентного вреда. Если бы этого не было, если бы этой возможности у него не было, его фамилия была бы Нарьега или Милошевич, или Каддафи, или как-то еще. Но его фамилия Путин, он глава государства с ядерным оружием, к сожалению. Субтитры создавал DimaTorzok и до сих пор лишить гражданства нас, например, с вами. Да ничего, кроме соображений целесообразности. Это просто все впереди на том пути, которым сегодня идет путинская Россия. Если успеет, то до этого, разумеется, дойдет. Послушайте, длинный путь до Северной Кореи, до Туркмении, это довольно длинный путь. От страны, которая собиралась, да, безвизовый режим с Европой, да, вот это все. Дорожная карта безвизового режима у нас разрабатывается. Дорожная карта, как говорил Медведев, да. Да-да-да, вступление в НАТО, чтобы вообще, так сказать, да, хинди-руси-пхай-пхай, общая дружба с Западом. Вот от состояния страны-союзника, страны-партнера до Северной Кореи, это довольно длинный путь. За четверть века мы прошли огромный кусок, ну, больше половины пути. Мы сегодня в политическом устройстве гораздо ближе к Северной Корее. Технологически ближе немножко к Западу, а политически ближе к Северной Корее, к Туркмении. Еще впереди большой путь. То есть, если Россия будет продолжать идти по этому пути, то, конечно, дойдем, и лишение гражданства – это какой-то следующий шаг. Мы уже прошли, повторяю, половину пути почти или больше, не знаю, но мы прошли туда. Это все впереди, если ничего не изменится. Это игра, повторяю, старая притча про Хаджуна Средина и Шака и Богословия. Тут кто первый сдохнет. Если условный политический Путин, я сейчас не про физического, если политический Путин сдохнет раньше, значит, нас не успеют лишить гражданства. Если это будет продолжаться еще несколько лет, скажем, через пять лет уже точно будем все лишены гражданства, я думаю. Это был только фрагмент программы «Текущий момент», которая выходит на нашем канале каждый вторник. И в 11.00 уже лежит. Проходите и смотрите раз в неделю. Специально для вас мы встречаемся с Виктором Шендровичем, чтобы обсудить все самые важные темы. Ну и подпишитесь, чтобы не пропустить. Поставьте колокольчик, чтобы узнать первым. А также не забывайте лайкать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!